Мы уже второй год работаем над тем, чтобы практически снять вопросы, связанные с наличием очагов аварийности на дорогах Подмосковья. Здесь и программой, и дополнительными финансовыми средствами выделяется все то необходимое. Главное, чтобы этот очаг и каждый очаг на территории области был устранен. И сегодня мы можем с гордостью говорить о том, что на областных дорогах, которые были 65 очагов аварийности, они где-то уже до 15 октября, они все 100% будут устранены. Все очаги аварийности, которые имеют место на территории муниципальных образований, значит то же самое до 1 ноября уже все должны быть устранены. На это есть и дорожные карты, которые подписаны главами администрации, мониторинг, который Министерство транспорта осуществляет ежемесячно, и доклад заместителю председателя правительства, курирующим это направление, значит и областной комиссии по безопасности движения. В общем-то все это говорит о том, что меры правильные и в общем-то мы все на правильном пути. Безусловно, кроме дорожных направлений имеется и помощь большая и связанная с обучением и детей, и людей правилам дорожного движения. По поручению губернатора мы в общем-то уже в этом году открываем, ну вот уже в этом году количество детских автогородков на территории Московской области уже составило 36. Буквально за месяц было обустроено и запущено в ход два детских автогородка в Красногорске и в Жуковском, на которых дети получают навыки правильного поведения на улицах и дорогах. Я уверен, что те навыки, которые они получат, они конечно же пригодятся им в жизни. В части касающейся социальной рекламы, то в общем-то и наши граждане, жители Подмосковья видят, что очень много автобусов оборудованы, брендированы, тематика безопасности дорожного движения. А все участники дорожного движения, проезжающие по автомобильным дорогам Подмосковья тоже самое, видят щиты социального характера, направленные на снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и конечно же еще раз, который напоминает, что необходимость соблюдения правил дорожного движения, в общем-то от этого зависит жизнь человека. Вот это все в совокупности, мне очень приятно это говорить, что вот на сегодня количество погибших от дорожно-транспортных происшествий на территории области сократилось на 221 человека. Только вдумайтесь в эту цифру, 221 и 1400 человек, которые не получили травмы. Вот это те показатели, которые мы все вместе достигли в этом году.